Глава 17 И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. И понравилось это слово Авесолому и всем старейшинам Израиля. И сказал Авесолом, позовите Хусия Архитянина, послушаем, что он скажет. И пришел Хусий к Авесолому и сказал ему Авесолом, говоря, вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты. И сказал Хусий Авесолому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусий, ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышит и скажут, было поражение людей, последовавших за Авесоломом. Тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Посему я советую. Пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авесолом и весь Израиль. Совет Хусия-архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесолома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам. Так и так советовал Ахитофел Авесолому и старейшинам Израилевым. А так и так посоветовал Я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так. Не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. И Анафан и Ахимас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авесолому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодезь, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметного. И пришли рабы Авесолома к женщине в дом и сказали, где Ахимас и Анафан? И сказала им женщина, они перешли вброд реку, и искали они и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодеза, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал Авас Ахитофел. И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид, Маханаим, а Авесалом перешел Иордан сам, и весь Израиль с ним. Авесалом поставил Амиссая вместо Иоава над войском. Амиссай был сын одного человека по имени Иефера из Изриэля, который вошел к Авегее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авесаломом расположился станом в земле Галаатской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Равы Аманицкой, и Махир, сын Амиила, из Ладовара, и Верзелий, галаадитянин, из Раглима, принесли постелей, блюд, и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне.